Приветствую! Ох, появились фронталки! Итак, хайфандеры, ультратеки. Что нужно сказать сразу? Качество стало еще лучше. Я благодарю подписчиков за то, что они меня постоянно информируют об одном и другом, а третьем бывает обмолвусь в видео, там что-то неправильно скажу или там догадку выскажу неправильную, вы мне в комментариях говорите, это клево, я всегда это поддерживаю, продолжайте, пожалуйста, это делать. Вот, ну в общем выяснили мы про то, что вот эти все долы дополнительные, это форма рукояти и прочее, это все от микротека, придумано в тактических целях, в использовании под водой, там еще что-то. Это все окей, честно, ну я думаю, что в первую очередь, особенно когда этот нож продается в массы, в том числе и копии, это больше вопроса дизайна. Вот, и нас интересует исполнение ножей, насколько оно хорошее, насколько вообще целесообразно менять там предыдущие варианты, копии на эту или дополнять этой? Или не настала ли пора, наконец-то, купить себе фронталку китайскую, если у вас ее еще не было и вы все думали, раскачивались? Отвечу на эти вопросы сразу, до того, как показывать ножи. Имеет ли смысл менять какую-нибудь АК-фронталку или Весповскую фронталку на эту? Только если вам это нравится внешне, и то не менять, а, наверное, докупать, потому что, ну, смысл продавать, они будут хорошего сопоставимого качества. Будет ли отличие? Да, будут. Какое? Сведение. Здесь лучше, тоньше. Имеет ли смысл, наконец-то, купить себе фронталку, если вы столько времени сомневались? Если вы сомневались из-за того, что они не резачки, потому что сведение, все уже понятно, сведение здесь уже как надо, и поэтому, да, можно покупать. Если вас, например, как меня смущало лого вот здесь микротека, ну, здесь места на лого нет, так что все ок. Вот. Теперь, какие есть плюсы-минусы? Значит, кнопки достаточно легкие. Чуть-чуть отличаются от... Вот это вот просто из коробок досталось все эти экземпляры, да. Соответственно, каждый пощелкал, раз там по 10 свое удовольствие посмотрел, но в целом они как бы вот как приехали, так и показываются. Значит, здесь вот видны хорошо участки небольшие, смазки заводской подсохшей. Вот. Вот этот нож очень хорошо выходит, очень легкая кнопка, даже я бы сказал, слишком какая-то легкая. Вот. Люфты, ну, в пределах обычных значений. Сосед. Здесь тоже есть смазка, она просто не участками, а ровным слоем, поэтому кажется, что ее нет. Она есть. Нож. Вот здесь хорошо видно, что она есть. Вот. Вот. Нож. Туже чуть-чуть. Давайте проверим гипотезу, а может быть это просто за счет кнопки. Внимание, я сейчас сделаю такое вещь, я беру масло. Масло, да, да, именно масло. Да, оно отлетело, да. Даю маслу немного растворить вот это вот все то, что было. Сейчас, ватная палочка. Да, стало помягче. То есть, да, ощутимо. Вот. Смысл в том, что не только за счет уменьшения люфтов стали они, ну, как бы могут они ходить по тяжелее первое время, но и еще из-за того, что и не только из-за пружинок, да, как бы мощных, а еще и из-за кнопок. Кнопка и фрезеровка ее, она, в принципе, достаточно сложная в этом месте операция, там все должно быть идеально сделано, и далеко не всегда у оригинала там все идеально сделано, просто чтобы было понятно. Вот, поэтому, ну, китайцам за эти деньги вообще простительно. И вот здесь вот, например, я ожидаю, что будет нож очень тугой. То есть, просто почистите под кнопкой, станет гораздо лучше. Вот. Что еще? Давайте дощелкаем все. Ну, вот этот, наверное, самый. Это у меня просто палец устал, сколько удобно. Да, уже просто палец устал подряд. Все примерно сопоставимые по жесткости. Вот этот экземпляр почему-то оказался самым мягким, но здесь и люфты, наверное, больше чуть-чуть, чем на, да, чем на других ножах. Вот. Причем, кстати, размеры люфтов не зависят от наличия или отсутствия покрытия, потому что, я думаю, в ответственных местах оно там быстро сходит. Что можно сказать? Самое главное. Это сведение. Вот, ну, вот молодцы, наконец-то они поняли, что сводить ножи свои надо тоненько. И фронталка, она должна быть с тоненьким сведением. Вот теперь сведение тоненькое. То есть, сейчас покажу. То есть, этот подвод, он прям ниточкой, да, кажется. Но, на самом деле, он здесь немножко двойной. Это линзочка такая с завода, не очень аккуратная, прямо скажем. Сейчас я про это скажу. Ну, сведение тонкое. Вот. И это главное. И выглядят с завода они хорошо. Это плюс. Большой плюс, что они выглядят с завода действительно хорошо. Даже танто-версии, которые обычно и стоунвошенные клинки в заточке, когда широкие подводы выглядят, не очень в такой заводской неприятной это выглядит. Вот здесь все аккуратно, красиво, здорово. Вот эти фраги, фрагменты вот эти. Вот клипсы. Ну, и, собственно, клипсы это единственное место, да, как бы, где это все есть. Я имею в виду лого. Вот. Так выглядит нож. Здесь сначала подумал коцка, но нет. Это просто какая-то пылинка. Вот они все тут. Ну, черные экземпляры, они такие, прямо матово-черные. Здесь больше глянца в зелененьком. Вот. И надо сказать, что выглядит это весьма. Мне нравится вот это место. Здесь вот красиво это все расположено. Но при этом кинжалы, я не за фронталки кинжалы. Ну, это лично мой взгляд на это дело. Так. Теперь, что еще надо сказать? Что танта здесь, особенно в черном, полностью черном исполнении, прям, ну, супер тактичный, да, такой, прямо мега тактичный. Вот. Здесь хорошая ситуация с тем, что винты обычные. Ну, это как на комбат этих трудонах, да. Винты обычные. Все достаточно прилично, все достаточно спокойно, все достаточно ремонтопригодно. В комплекте есть ремкомплект, собственно говоря. Наконец-то здесь стало очень мало о чем рассказывать. И нужно рассказать о недостатках. Они есть. В первую очередь, и самый главный, это заточка. То есть, вот, ну, не ждите, что они будут прям острые. И вам в первый момент может показаться, что, блин, что я себе тут купил. Ну, нож-то не острый, типа, там, или еще что-то, или еще что-то. Реально ножи, ну, по стали нормальные. По сведению отличные. Просто они плохо заточены с завода. Почему? Потому что нож стоит чуть-чуть за 4 тысячи рублей. И посмотрите, ну, как бы, это отличная рукоятка, качественное все, ну, как бы, хорошая ЧПУ-ха, аккуратное покрытие, уже очень хорошая слесарка, прям максимально хорошая, с хорошим сведением. И, против, ну, на чем-то они должны были сэкономить. Да, они сэкономили на заточке. Поэтому, если вы уверенно точите, просто поточите. Благо, на тонком сведении точить легче. Если вы не уверенно точите, ну, в идеале поточиться, чтобы получить полное удовольствие от этого ножа. Но в целом, в целом, все очень огненно. Итак, если вы не притязательный пользователь, то, ну, там, всякие бумажки, ниточки, конечно, нож из коробки режет. Вот. Вы можете затупить заводскую заточку, потом получить хорошую заточку и понять уже, что сталь, да, она действительно достойная. Вот. В крайнем случае, многие говорят, ну, там, ну, господи, в крайнем случае, просто разберите аккуратно, соберите. Фронталка – это не тот нож, где потом надо что-то центровать. И это большой ее плюс, на самом деле. Главное, соберите, ну, в том же порядке, в котором разобрали, да, что называется. Посмотрите, чтобы все детальки были на месте. Вот. Мне очень нравится. Это поколение хайфайндеровское, оно уже вышло, ну, просто в какой-то топ адекватного качества, которое вообще никак, ну, не заставляет тебя жалеть о том, что, там, ой, блин, там, хочу ультратек, но на оригинал денег нет, там, или еще что-то. Почему? Ну, просто потому, что оригинальные ультратеки, они, ну, не так, что прям вау-вау. Ну, вот, ну, вот у человека, вот, все, уже не получается, понимаете. И вот тоже, видите, с кнопкой явно какая-то беда, тут все, вот это вот все. Ну, как бы, нож еле ходит, абсолютно еле ходит. И это пришло в мастерскую, будем разбираться, что к чему и как. То есть, конечно, ну, когда старый этот микротек, с ним все равно возятся, его пытаются отремонтировать, потому что он денег стоит. Дешево его продавать никто не хочет в неисправном состоянии, хотят продолжать пользоваться и прочее-прочее. За ультратек можно отдать за ремонт сумму, которая стоит вот этот новый нож. Поэтому, ну, хоть мне это и не выгодно как мастерской, но я вам серьезно говорю, надо купить вот такой нож. И, как бы, даже если у вас есть оригинал, оригинал вас ставит на полке, а этим пользоваться. И у вас будет просто счастье, экономия и два ножа вместо одного. Пишите в комментариях, что вы по этому поводу думаете. До новых встреч в интернет-эфире. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok